Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдуллах, сегодня мы с вами приступим к второму уроку про количественные числительные. И сегодня у нас количественная числительная 2. Иншаллах, мы узнаем много об этом числительном. Во-первых, цифра 2 в арабском языке пишется вот таким интересным образом. То есть мы протягиваем чуть-чуть наклонную такую палочку справа-влево. И потом как единичку опускаем вниз. Это у нас написание цифры 2. У нас она пишется вот таким образом. Например, в Коране мы увидим цифру, написанную вот таким. Цифра 2 по-арабски это будет иснэн. Иснэн. То есть 2. И написание цифры мы уже выяснили какое. Иснэн мы можем сказать, когда просто 2, без упоминания, например, исчисляемого. Как цифра или просто, если я скажу там чего-то 2. Допустим, у нас есть вариации эти цифры. Есть вариации цифры 2. Есть вариации для мужского рода. И эта вариация уже используется, как и обычная цифра. Иснэн. То есть мы видим иснэн. Или иснэн. Это 2. Также есть вариация в другом падеже. Про это будем говорить сегодня. Иснэйн. Иснэйн. Это вариация от иснэн. Просто в другом падежном варианте. Также у нас для женского рода есть как бы 2. Иснэйн. Иснэйн. Видим разницу, что здесь нету буквы ТА, а здесь вот есть. Здесь есть, а вот здесь нету. То есть добавляется буква ТА. Иснэйн. И вариация этой формы это иснэйн. То есть мы видим, когда алиф заменяется на я. Здесь тоже алиф заменяется на букву Я. Какое же правило касательно таких числительных? То есть числительное 2. На прошлом уроке мы с вами говорили о числительном 1. И правило у них совпадает за каким-то малым исключением. Числительное 2, как и числительное 1, в арабском языке оформляется так же, как и согласованные определения. А именно как? То есть ставится после исчисляемого, если оно есть. И второе, это полностью согласуется с исчисляемым. Вроде, в числе, падеже и состоянии определенности или неопределенности. Важно вспомнить, что у нас в арабском языке 2 рода. Это мужской и женский. И поэтому у нас было до этого вариации 2. Число у нас есть единственное, двойственное или множественное. Так как мы говорим про цифру 2, то важно будет сказать, что это как раз место для использования двойственного числа. И про то, как оно образуется, чуть позже. То есть, если мы используем исчисляемое с числом 2, мы будем использовать это исчисляемое в двойственном числе. То есть, когда было единственное, мы с единицей, так как 1 – это единственное число, то 2 – это двойственное. И про это будем позже говорить. Также у нас согласование происходит и в падеже. У нас для имени есть 3 падежа. Это араха, анасад и альджар. Но когда они изменяются с двойственного числа, а как вы видели до этого, я вам говорила, что у нас есть 2 варианта из-за падежа. Как раз здесь вот алиф меняется на я. В общей сложности у нас получится всего лишь еще один дополнительный вариант к мужскому и к женскому роду, потому что другие падежи будут в своей форме совпадать. И третье, или вернее четвертое – это состояние определенности и неопределенности. То есть, если у нас в неопределенном, значит, мы не добавляем артикля к этому числительному, которое приходит как согласуемое определение. Если оно приходит как согласуемое, потому что в предложении, конечно, оно может прийти просто как число или указание на количество без привязки к какому-то конкретному исчисляемому. Так, значит, это вот основное правило, которого мы будем придерживаться. И теперь поговорим о том, как же строится у нас двойственное число. То есть, единственное число – это просто форма имени, в который приходит там стул, девочка, дочь и так далее. То есть, это просто вот это имя, или на что мы указываем. А теперь мы хотим сказать два стула. То есть, помимо того, что мы числительным, как в русском мы добавляем числительное, и форма тоже меняется. Стул, два стула уже меняются. Вот в арабском языке вот эта форма будет иметь свое специфическое построение для двойственного числа. На самом деле, очень легко строится. То есть, для того, чтобы сделать из единственного числа двойственное число, нам нужно просто собрать тамбин, если там есть, и добавить окончание. Если у нас падеж именительный, то есть, арофа, мы добавляем окончание а-ни. То есть, просто забираем окончание огласовки с имени, с его прям огласовкой последней, и добавляем а-ни. То есть, долгий алиф, перед которым афатха, и нун сказави. Если же это другой какой-то косвенный падеж, то есть, родительный или винительный падеж, то в этом случае у нас вместо алиф появляется я. То есть, мы заменяем алиф на я. И получается а-ни. А-ни. То есть, очень легко. Иншало, примеры сейчас будут. Если слово заканчивается на тамарбуто, то есть, такие слова из женском роде в основном, тогда это та при добавлении вот этих окончаний сохраняется, но превращается в обычную та. И опять же, примеры сейчас посмотрим. Пример слова бинтун. Бинт – это девочка или дочь. Я хочу сделать две девочки. То есть, хочу слово построить в двойственном числе. И что у нас получилось? Бинт-а-ни. То есть, добавилось алиф и нун. Бинт-а-ни. Если это именительный падеж, если это другой падеж или родительный или винительный, то есть, джар или насы, тогда у нас, мы видим уже, фатха сохранилась тут, но алиф поменялся на я. Бинт-а-ни. Две девочки. То есть, это переводится две девочки. Хотя слова две здесь нету. Но мы дополнительно его можем в силу, например, какое-то значение. Мы хотим подчеркнуть значение. И это было с единицей, так как в единственном числе это уже само слово в единственном – один. Но для того, чтобы уточнить, подчеркнуть какое-то значение, так и здесь. Мы будем добавлять цифру после для того, чтобы подчеркнуть значение. Следующий пример. Мэдина-тун. Мэдина – это город. Мэдина-тун. Я хочу сделать, чтобы было у нас два города. Букву Та-Марбута мы превращаем в обычную Та, как мы видим здесь, и Танвин тоже исчез. Мэдина-тэ-ни. То есть, вышло уже Мэдина-тэ-ни. Элифинун добавили. Если это падеж у нас или джар, или насып, тогда у нас будет медина тэйни. В двух падежах совпадает форма, поэтому у нас этой форме двойственного всего лишь две формы. Или такая, или такая. Еще один пример мужской роль здесь. Китэбун, книга. Просто усекаем тэнвин, и получается при добавлении ани, китэбэ, вернее, китэбэни. 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 То есть две книги. Или китэбэни. Если у нас будет падеж. Или джар, или нас. Следующее. Уэлядун. Мальчик. Или сын. То же самое мы делаем. Уэлядани выходит. Или уэлядаини. То есть это уже в дополнительных падежах. Очень все просто и понятно, я надеюсь. Идем дальше. Примеры на то, как уже с добавлением числительного. Там просто уже сама форма говорит о двойственности. И когда мы хотим добавить числительное к этой форме, тогда мы полностью согласуем, как я уже сказала, и ставим числительное после. Итак. КОЛЯМАНИ ИСНАНИ. КОЛЯМАНИ ИСНАНИ. То есть КОЛЯМ – это одна ручка. КОЛЯМАНИ ИСНАНИ – две ручки. То есть подчеркивает, что две ручки. Хотя и то, и то, и без этого оно будет переводиться на русский как две. Здесь, если вы хотите в другом падеже поставить, то тогда и две формы меняем. КОЛЯМАНИ ИСНАНИ. КОЛЯМАНИ ИСНАНИ. То есть и первое слово будет, и второе – менять свою форму. Второе – САЯРО. САЯРО – это автомобиль с Тамарбутой. И это слово получается, Тамарбута превращается в обычную ТА. САЯРО ТЕНИ СНАТЕНИ. Или САЯРО ТЕЙНИ СНАТЕЙНИ. Если у нас будет какой-то другой падеж. Очень тоже легко. То есть два автомобиля мы видим. Конечно же, в Коране приходят числительные, но два имеется в виду. ИСНАНИ. Примеров не так много, когда оно приходит как прилагательное. Есть еще примеры, когда просто приходит как указание на количество. Поэтому вам представлю некоторые из этих примеров. Например, в суре РААД мы видим в третьем аяте, когда упоминается и говорится «ДЖАЛА ФИХА ЗАУДЖЕЙНИ СНАЙНИ». То есть в окончании здесь представленной части. То есть у вас идет… В переводе предлагают, как взрастил на ней из разных плодов по паре. То есть как бы «ЗАУДЖЕЙНИ ПАРА», то есть два здесь для утверждения, что ИСНАНИ указывает на подтверждение вот этого и двойственности того, что Аллах Субханава Тааля создал всего по паре. Также еще один из примеров – это в суре Тан-Нахал в 51-м аяте мы видим пример на 2, то есть цифру 2. В этом примере Аллах Субханава Тааля говорит Здесь мы видим пример, когда и падеж у нас идет, не ИЛАХАНИ, а ИЛАХАНИ, и тоже двойка ИСНАНИ стоит уже в этом падеже и полностью согласуется. То есть Аллах сказал «Не поклоняйтесь двум богам», ибо есть только один бог. То есть в этом примере мы видим тоже примерно вот это двойственное число, плюс также на то, как употребляется цифра ИСНАНИ, и в данном случае ИСНАНИ. Также мы видим в примере в суре Таафер в 11-м аяте у нас идет «КАЛЮ РОББА НА АМАТТА НА СНАТАЙНИ ВААХЯЙТА НА СНАТАЙНИ» То есть у нас идет здесь уже не как цифра, но тем не менее тоже использование этого числительного, причем в падеже уже косвенном, и мы видим в женском роде. «Они скажут, Господь нас по Твоей воле дважды мы были мертвы, и дважды Ты нас оживил». То есть как бы два, двойственное тоже число указывается здесь, в этих примерах. Итак, аль-хамдул-ля, мы с вами познакомились с этой темой, я надеюсь, вам понятно. Повторите один, повторите два, сделайте какие-то примеры из слов, которые вам понятны. Можете написать их под видео, поищите примеры в Коране, я надеюсь, вам станет эта тема более понятна. Подписывайтесь, делитесь, жмите лайк, ставьте колокольчик, чтобы быть всегда первым, кто знает о новых видео. Баракаллаху фейкум. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. Варахматуллахи. Фейкл. Фейкл.